Поселок Туголеца стал пристанищем для важных гостей. Православные священники доставили в храм преподобного Сергия Родонежского мироточивую двустороннюю икону Божьей Матери – умиление. Аналога этому образу в мире больше нет. Посмотреть на него ежедневно собираются десятки прихожан. Здесь лик пробудет до 30 мая. Следующей остановкой станет Борисов. Дальше – Минск. Мы видим, как люди относятся к этой иконе. Я сам, конечно, молился перед ней. У каждого человека в сердце есть какая-то боль, у каждого человека есть какие-то трудности. И это все можно принести Божьей Матери. Тем более мы видим здесь нерукотворный образ. Ну, это уже о чем-то говорит для нас. Еще в конце прошлого века жительница Брянской области купила эту икону в местном универмаге. А через некоторое время образ стал мироточить. Кроме множества чудес, икона известна тем, что на ее обратной стороне проявился нерукотворный образ Божьей Матери. А на нем еще просматривается лиг Иисуса Христа, как на туринской плащанице. Все святыни, в последнее время именно так получается, проходят через наш маленький приход. С Кемерово привозили икону преподобного Гаврила Ургипадзе с частицей мощей. Именно тоже начал свое путешествие с нашего поселка. И вот, даст Бог, эта икона тоже пройдет по всей Белоруссии. В 2015-м в стране состоялась торжественная церемония молитва за Беларусь. К празднику было приурочено и большое церковное событие – приезд столицу этого самого чудотворного образа. В этот день копию святыни протеерей Федор Повный преподнес президенту. Аналог знаменитой Дивеевской иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский, уже облетела полмира. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.